Такс, как тут регаться, всё стандартно? Так, вбиваем свой никнейм... Эй, что значит занят? Нехристи, кто из вас занял мой ник, признавайтесь? Вандал Грозный? Нет, это слишком пафосный никнейм. Хотя он может по месту жительства выдаёт, даже не знаю. Хей! Я так понимаю, многие из вас уже с удовольствием играют в World of Warships. И если ты тоже хочешь поучаствовать в бодром корабельном топилове, и получить преимущество на старте, то переходи по ссылке в описании, регистрируй аккаунт, и получай премиальный крейсер Диана! И один миллион серебра в подарок. До встречи в World of Warships! Не, серьёзно, крейсер Диана. Я понимаю, что у моих подписчиков Диана ассируется исключительно с силой трёх аккордов? Нет, я вообще ни на что не намекаю, но сколько там труп у корабля? А-а-а, три, да-да. Ладно, давайте перейдём к основной теме ролика. Но сначала наша заставочка. А играть мы сегодня будем в мод, заменяющий русских на американцев, а американцев на русских. Называется эта прелесть спецназ-мод, и его крутость можно оценить уже по главному меню. Что-то меняется, что-то остаётся прежним. Например, озвучка в роликах остаётся прежней. Приходят новые игроки, но власть всегда находит себе место. О да, игроки ещё как поменялись. Правда, не во всех миссиях, но да это и логично. Начинается всё с того, что сержант Мыльный и главгерой-оперативник Лёшка Таракан отправляются на секретную военную базу в Канаде. Преодолев все трудности и попав на объект под прикрытием Бурана, главгерой натыкается на профессионала, американца-снайпера Соупа. И обезвреживает его. Правда, не в честном бою, а... Главное, что объект устранён, и мы можем взять заслуженный трофей, с помощью которого выносим базу до конца, и по классике уматываем на снегоходах. Причём параллельно с этим разворачивается действие в Америке. И так как у нас тут что-то типа мода «невежливые люди», то русские всё так же вторгаются в Америку, только на этот раз намного более удачно. Ну, либо это так подмосковные элитные дачи выглядят, не знаю. Помимо дачи, американцы оккупировали и наши нефтяные вышки. Поэтому вооружённые силы РФ их отбивают обратно, спасают своих нефтяников. Блин, серьёзно? То есть в этой миссии всё стало только логичнее, когда стороны поменялись. То бишь, что вообще за дичь была в оригинале? Там было, что русские солдаты на российских же нефтяных вышках связывают своих же нефтяников, а американцы их освобождают. Короче, лютый бред, мы по нему ещё пройдёмся в каком-нибудь пасхальном обзоре лет через пять. Так что не заостряем на этом внимании, время не ждёт. Ведь мы уже направляемся к древнему европейскому замку. Ну, не знаю, где конкретно он находится в Европе, но, судя по архитектуре, ну это точно не в России, правда же? Главный герой, как настоящий русский, идёт в бой с двумя кавашами. Правда, один обычный и стреляет вот так, а второй это вообще не каваш АПП-2000. Впрочем, очень скоро вы понимаете, что в миссии вообще всё оружие заменено на каваши. Ну, наверное, технически оно не заменено, а просто копирует последнее подобранное оружие. В любом случае, особенно доставляет перезарядка каваша-пулемёта. Как вы видите, длительность анимации осталась той же. Отдельно стоит упомянуть и вундер-дробовик, который также может прикинуться и РПГ, и пулемётом, и даже щитом, и вообще не стрелять. И вот с этими пушками мы берём гулаг, то есть замок, и нашей целью является, видимо, снайпер-партизан из Афгана, которого взяли в плен американцы во время одной из миссий. Ладно, в моей версии это был всё ещё Капитан Прайс. Кажется, это ваше, сэр. После чего мы играем за русских в Вашингтоне. И заканчивается эта миссия разгромом США и взятием Белого дома. Справедливости ради, даже в оригинальном код никто не брал Кремль. А ещё здесь есть замечательная миссия с обороной дачи Медведева. Американцы высадили сюда целый отряд Макмиллонов. Что, собственно, можно сказать про мод? Здесь нет мозговоедающей пропаганды, как в том же моде «Вежливые люди». Нет и совсем уже дебильных косяков, как в том же моде на World at War. Потому что, ну реально, поменяли стороны конфликта, и, как я уже сказал, в некоторых местах всё стало только логичнее. Когда мы отправимся в Москву, скоро приятен. Когда мы туда доберёмся, мы сожжём её до основания. Ну ладно, да, мод кривой. Но он уж точно будет получше модов аналогичной направленности, которые я обозревал до этого. Ссылку на скачивание мода я оставил в описании под видео. Только имейте в виду, что файлы из папки English, из папки Zon, надо кидать в папку Zon в папку Russian. Иначе мод у вас просто не пойдёт. Ну что же, а на этом ролик подходит к концу. Если вам понравилось, то смотрите другие мои ролики. В описании ссылка на группу ВКонтакте и всё такое. С вами был Ванделей. Всем спасибо за просмотр и всем пока.